Всем привет, ребята! Рад вас видеть, несмотря на то, что карантин и все такие карантинные движения, но все-таки мы вместе здесь на CodeFest, и это очень круто. Я вам расскажу сегодня про наш ребрендинг, его инструкцию по выживанию, и, наверное, это будет полезно тем ребятам, которые, как и мы, либо проходят этот путь, либо только готовятся к нему. Ну, давайте еще раз познакомимся. Я Саша, я руководитель отдела веб-дизайна или, по-другому, еще Head of Web Design. Я из продуктовой компании Movavi. Movavi — это компания, которая делает софт, мультимедиапродукты для непрофессиональных пользователей, ну, грубо говоря, для твоей и моей мамы, но на самом деле не только. В основном это софт для видеоредактирования, фоторедактирования и немножко для работы с документами. Мы находимся в Новосибирске. Это головной офис, даже целых два. Там, в основном, вся разработка, как раз весь наш дизайн и много чего еще. Также есть офисы в Лимассоле на Кипре и удаленные ребята, которые не привязаны к офисам. Мы находимся в трех средах сразу. Мы есть в Web, это наш сайт, это онлайн-продукты. Мы есть в мобайле, это iOS, Android, все как обычно. И десктоп — это Windows и MacOS. В чем, собственно, соль и боль? Это такая обрамляющая история всего того, что я буду дальше рассказывать. Это то, что у нас больше 20 продуктов, смотря как считать, они у нас не кросс-платформенные на текущий момент. И, по сути, на каждой платформе продукт чуть отличается или значительно отличается от своего друга на другой платформе. Это до 20 языков локализации по почти всем основным продуктам. На неосновных продуктах языков локализации что-то около 12-14. И веб, естественно, у нас на 20 языках. Это накладывает, конечно, свои приколы для дизайнеров. Как уже говорил, у нас три платформы. И если говорить про веб, то, что наиболее близко ко мне — это больше двух тысяч страниц сайта. И, ну, вы знаете, это занятно. Собственно, ребрендинг у нас начался больше года назад. И у нас, конечно, была какая-то тактика, и мы ее притерживались. Но наверняка я бы сейчас не рассказывал о гроблях, о каких-то нюансах, если бы все прошло идеально скучно, и мы бы такие, типа, ну, ребрендинг. Ну, сделали ребрендинг. Ну, вроде все. Вот, все получилось намного интереснее. У нас катализатором для ребрендинга стали как наши внутренние ощущения, так и голос пользователя, который, как вот этот вот чувак, орал просто, что ваши продукты из двухтысячных, ребят, типа, все классно, но просто вы выглядите, как будто вы пенсионер, я не знаю, и ваш продукт тоже пенсионер. И это такое себе. Мы поняли, что нужно что-то с этим делать. Ну, естественно, решили как-то освежиться и стать еще лучше. И если смотреть на идеальный процесс, то, наверное, он выглядит как-то примерно так в среднем. И с тех ребят, с кем я общался, и с тех компаний, где я знаю, как это в действительности проходит. Это какие-то цели, мы хотим АБВ, мы идем к агентству, говорим, чуваки, вы классные, нам нравятся ваши работы, давайте-ка сделайте нам классную концепцию, классную идентику, чтобы все вообще заиграло новыми красками. Они вам дают концепции, вы сначала морщитесь, потом такие, ага, вот это классное, давай поехали. Потом в идеале вы это тестируете, понимаете, что все супер, все заходит, пользователь принимает. Вы это внедряете, снимаете метрики и заходите на следующую итерацию, либо внедряете дальше, либо что-то дорабатываете. Как правило, это так. Но идеально вообще не всегда бывает, и это не всегда правильно. В нашем случае получилось как раз не идеально. Не по идеальному процессу, но этот процесс оказался нормальным для нас, для нашего статапа по продуктам, для нашей ситуации. В принципе, реальность может выглядеть как-то так, и нужно уметь с этим работать. И мы как дизайнеры должны уметь с этим работать. Я как раз сегодня про это буду рассказывать. Немножко подробнее расскажу и про грабли, которые мы встретили. Нюанс, который, к сожалению, в презе не отметил, и это хотел сделать в гифках, но гифки под запретом, так что будет без картинки. Обычно брендбук корпоративный – это, наверное, первая штука, которую раздают. Но у нас история пошла иначе. Мы сначала работали с продуктами, с их ребрендингом и редизайном. Это было для нас более приоритетно. Мы не знали, какая должна быть платформа у самого корпоративного бренда, как HR истории, как, ну, в принципе, сам Movavi отдельно от продукта, без контекста какого-то конкретного продукта. И не было понимания, как это сделать, и оно пришло вот там спустя полгода, наверное, после внедрения, и вот только недавно запилилось. И для нас это на самом деле нормально, потому что мы идем последовательно. Об этом расскажу. Первая, наверное, вещь, которую хочется отметить – это рабочая группа. Конечно, если вы в компании, в которой достаточно много человек, нас не так много, нас около 450 всего в компании, дизайнеров около 40. В моем отделе около 20, то есть у нас два отдела дизайна. И рабочая группа, она по-любому у вас будет, если вы столкнетесь с ребрендингом, с редизайном. И, конечно, мы с этим тоже столкнулись. И прям кратко, какие нюансы я отметил лично для себя о рабочей группе. По-любому там должны быть собственники. Это 100%. Я не знаю, как устроено в разных компаниях. Где-то есть акционеры, где-то просто собственники, где-то все проще, где-то сложнее. Но у нас собственники – это ребята открытые, активно участвуют там, где необходимо. И у нас они участвовали в этих созвонах, в этих всех процессах. Это было здорово на самом деле, потому что это многие вещи ускоряет. Не нужно что-то пересказывать. Лица, которые принимают эти окончательные решения, они, в общем-то, здесь. И они в курсе, так же, как и ты. Группа должна быть компактна. Мы столкнулись с такой историей, когда сидит 14 человек на созвоне с агентством, и из них двое активно разговаривают, третий что-то фиксирует и параллельно ищет, четвертый как-то одним глазом, там, условно в TikTok, а остальные все в рабочей почте сидят. И это такое себе, потому что те люди, которые сидели и читали свою рабочую почту, они потом, как правило, начинают звать вопросы, потому что они что-то не слышали, отвлеклись. В общем, мы решили, что так не ок, и это со временем искоренили, и стало прям нормально. Почему еще стало нормально? Группа стала сегментированной, то есть мы взяли всех этих людей и разбили на подкоманды, которые стали работать с конкретными вещами с агентством. То есть часть дизайна и маркетинга работают по истории с дизайном и с визуалкой, и маркетологи, и редакторы работают со всякой там вербальной идентификацией маркетинговой стратегии и так далее. Вебовые ребята и, например, представители из команд работают, например, с пробными концепциями на вебе, ну и так далее. Это показало себя на самом деле классно, потому что во всех узких вопросах все эти люди не нужны оказались. И что еще важно, группа должна быть в одном контексте, в одних целях. Ну, это понятно, даже останавливаться не буду. Что получилось? Мы получили концепции, мы такие, окей, классно, одну мы выбрали, и такие, типа, да, нужно что-то с этим делать. И что мы пошли делать? Мы пошли тестировать. Тестировали мы как ранние концепции, это было в социальных сетях на Таргете. Мы закидывали, спрашивали мнение. Не могу сказать, что это много чего дало, потому что, ну, предпочтение – вещь такая очень мутная. После того, как мы получили концепции и, в принципе, уже достаточно готовые материалы, в процессе были какие-то истории с документами, с бумажками, и мы уже начали, договорившись с агентством, тестить на соцсетях. Как мы выбирали, мы подумали, что, ну, наверное, соцсети – это самый быстрый способ доставки какого-то контента. Там можно посмотреть аналитику, она там есть, можно залить новый дизайн на Facebook, использую его для оформления постов, для чего-то еще такого, и посмотреть просто реакции, запустить рекламу с ним, посмотреть, как растет вовлеченность. Собственно, вот пример. Слева – это картинка, то, как это было обычно в Facebook, просто какие-то совсем нестоковые люди. Вот, и там логотип посерединке, и типа нормально. И какое-то время это было норм, ну, потому что они заморачивались, и это было некритично. Справа – это уже какие-то истории с первыми, наверное, с первыми изображениями, с первыми картинками по новым концептам. Сейчас на них смотришь и пугаешься, потому что, типа, вообще как логотип расположен, что здесь с форумами, что происходит, что это такое. Вот. Но об этом позже, как с этим работать. Но, в принципе, первые тесты были какие-то такие. На что мы смотрели? Мы плотно очень работали с ребятами из SMM и смотрели на показатели, которые нам говорят о вовлеченности, о реакции. В целом мы получили очень положительные результаты. Мы получили на активирующих постах увеличение всех метрик. То есть, ну, в целом реакция была нормальная, не было какого-то там словно нехорошего фидбэка про то, что разработчики нехорошие люди, а дизайнеры еще хуже этих нехороших людей, которые разработчики. Вот. В целом мы поняли, что, да, как бы нормально. И что происходит дальше? Мы подписываем все бумажки, всю вот эту скучную хрень. Нам отдают исходники, нам отдают примеры. Мы все можем использовать, все, пушка. И, в принципе, оказалось на тот момент, что, ну, наверное, самый сложный этап пройден. Мы же уже получили что-то, осталось только это внедрять. Но на самом деле приключения только начинались, ребят. Конечно, не обошлось без каких-то фейлов, без внезапных осознаний чего-то. Сейчас расскажу про некоторые яркие. Наверное, самый великий фейл из всех фейлов произошел у нас сейчас с вербальной идентификацией. Вербальная идентификация – это такая штука, как бренд разговаривает. Ну, словно, слоганы, какие-то еще штуки. Это еще называется брендлайны, теглайны и вот вся вот эта история. Предположим, что один друг рассказал историю. Значит, есть вербальная идентификация. Она на английском языке, так как ядро пользователей англоязычное, естественно. Там второе место – это русскоязычное и так далее. Но англоязычное все-таки на первом месте, это целевая аудитория из различных стран. И есть классный слоган – share your emotions. Казалось бы, все здорово, мы посмотрели, агентство предложило. Мы такие, да, слушай, это здорово, это дает эмоциональную окраску, все, пушка – это как будто прямо такая семья в теплом свете лежит в парке, балдеет и с ними нарисованный няшный котик, и все вообще супер. И купи видеоредактор, брат, и все сработает. Но что произошло? Мы отдали на вычетку текст с этим брендлайном share your emotions нативом, и они раскрыли нам глаза, что на самом деле. И потом мы проверили это сами в Гугле. Если вбить Google share your emotions, что у нас получается? Мы увидим то, что share your emotions без другого контекста имеет значение психотерапии, психологической помощи, потому что, ну, грубо говоря, это культурная история. Американцы не делятся в прямом смысле эмоциями. Считается, что ты делишься эмоциям с психотерапевтом. Ну, то есть это негативный окрас, по сути. И, естественно, мы это как не-нативы не увидели, агентство это как не-нативы тоже не увидели и никак не досужились проверить. Ну, да и ладно. Хорошо, что мы это заметили в самом начале. Нативы нас поправили, объяснили, и больше мы так с этим не фейлимся. В принципе, мы это пофиксили. Оказалось, что если ты добавляешь контекст, типа share your emotions and make там видео, бла-бла-бла, то это уже нормально. Но изолировано это просто не может жить, это вообще не ок. Ну все, теперь правду внедряем. Что происходило? Мы, конечно, снова начали с нашего любимого SMM, в частности с Фейсбука, с Инсты, но в основном с Фейсбука. Опять же, почему меньше цена ошибки проще всего внедрять? Тут важный момент. У нас очень много каналов коммуникации. У нас и Фейсбук на двух языках, Инстаграм на двух языках. Есть еще YouTube-канал на английском, на русском. Это влог. Есть еще другие YouTube-каналы там на английском, по-моему, на испанском, не влогового формата. А еще есть что-то там еще наверняка, я не помню. А, еще есть блог, который, ну, обычный блог, текст с картинками. Вот. И начали мы внедрять, начали с Фейсбука. С какой трудностью столкнулись? Оказалось, что в социальной сети это очень много картинок. Это как будто бы нужно много дизайнеров, а мы не хотели штат себе сильно увеличивать. И мы это решили, на самом деле, автоматизацией. Напилили, я не знаю, 40 шаблонов всяких вариаций в фильме. Научили работать с помощью скрин-кастов, записанных наших СММщиков. Они быстро этому научились и начали вставлять уже свой текст картинки от дизайнеров, от иллюстраторов или сами подбирали на стоках. И все было классно. Кстати, классный лайфхак. Реально, ребята из СММ достаточно легко это схватывают. И не надо тратить время дизайнеров. Главное, сделать классные шабланы. Все. Дальше у нас была дилемма выкатывать сразу или тестить. Здесь показан пример. У нас есть какая-то запись в блоге. Это все репосты в Фейсбуке. У нас есть что-то там из распродажи, а еще есть влог. Это все разношерстно выглядит, действительно. И, в принципе, мы решили, что, ну, ок, мы сразу выкатывать везде не будем, потому что нужно как-то на метрике смотреть и вообще, мы же, типа, продуктовая компания, мы тестить – это наше второе любимое слово. И мы, в принципе, поняли, что, ну, ок, будет как-то разнородно и ничего страшного. Со временем все пройдет. Еще очень большой поинт был и больной – это дизайн-система. На тот момент у нас не было никакой дизайн-системы ни на вебе, ни на десктопе, ни на мобайле, ни вообще про него там три раза слышали про это слово. Вот. И в процессе ребрендинга, редизайна мы поняли, что, ну, ребят, если мы сейчас за это не возьмемся, то мы за это вообще никогда не возьмемся. А тем более масштабировать новый дизайн без дизайн-системы, без системности не получится. И, естественно, мы начали делать дизайн-систему. И важный момент, если вы думаете, как дизайнер, что все понимают, зачем это надо, вообще нет. У нас это все строится суперэлементарно. В принципе, даже про это рассказывать особо не буду. Есть там атомы, молекулы, бла-бла, базовые организмы. Потом у нас есть куча продуктов, они идут в продукты, там как-то модифицируются. И в целом так мы получаем консистентность и наследственность. Все очень просто. Еще нюанс с аутсорс-разработкой. Когда дизайн-система была очень зачаточная, неготовая и маленько непонятная, были с этим проблемки с аутсорсерами. Не потому, что они не молодцы, но просто потому, что у нас еще не было готово. Это нужно учитывать просто. Важны еще планы и ресурсы продуктовых команд. Вопрос, который вставал перед нами, это в мажор идти с фичами и редизайном, а мы успеем, а мы не успеем. Ну, в итоге успели, но где-то пришлось отказаться от редизайна в пользу фич. Просто чтобы не убить разработку таким темпом. Также важная история оказалась с вебом. Это техдолг и ресурсы нашей веб-разработки. Опять же, не потому, что они плохие, а потому что дизайн-система подразумевает какую-то компонентность. Она там так просто не реализовывалась на том стеке, который был. В общем, сейчас эту проблему до сих пор решаем и с этим работаем. Ну, и в принципе, это нормально, потому что ты все не перепишешь за один раз. А теперь непосредственно про дизайн, ребят. Если вы думаете, что взяли концепцию, вот у вас всего так же много, как у нас, много дизайнеров, и вы сразу начнете делать все в новой концепции круто, ну, как бы нет. Ошибки по-любому будут. И у нас были в основном вот такие вопросы. В этой ли это концепции вообще? У нас в продукте другие пользователи. Кажется, что, может быть, нужна другая концепция. И вообще как? И, например, у нас есть корпоративный автомобиль, который между офисами в городе и в Академгородке возит сотрудников. Ну, естественно, вне пандемии и всех таких карантинных движений. Делали обклейку. Это был один из первых, наверное, дизайнов. И сейчас мы понимаем, что это вообще не по гайдам. Тут еще и капс. Потом расскажу, что с этим сделали. Также мы начали делать мерч по запросу от HR, от многих других ребят. Самим хотелось. И стали замечать, что, в принципе, не все вообще по гайдам. Не все... Ну, а гайдов не было. Гайды только появлялись. Мы их писали по боевым кейсам постепенно. Мы поняли, что нужно учитывать это как-то и вообще бороться с неправильным дизайном. И мы что придумали? Мы табличку еще одну завели просто. И там начали отмечать самый, мне кажется, тупой способ с точки зрения реализации и простой, но эффективный. Он себя классно показал. Она тогда нас очень классно спасала. Например, здесь кружки. Вот она у меня есть. То есть сейчас по всем текущим канонам, каноничности нашего дизайна, это вообще, ну, такое себе. Поэтому со временем от этого избавляемся. И для себя сделать вывод на долгоиграющих носителях экспериментальные вещи не делать. Еще внезапным нюансом, скорее, не проблемой, были крупные распродажи типа Black Friday. И как все компании, которые на рынках США работают, на рынках Европы, все стараются заработать как можно больше. И, в принципе, наша вот та концепция, которая основная, визуальная, она вообще не подходила под то, чтобы выстрелить классно на Black Friday. И дизайнерам пришлось решать эту задачу, как отойти от концепции, которую ты еще до конца не понимаешь, и сделать что-то схожее, но новое. Эту задачу, в принципе, решили. И просто приняли для себя правило, что для таких распродаж мы можем от концепции отходить. Но выделили там ряд пунктов, чему мы обязательно соответствуем, типа шрифта, фирменных цветов, там еще что-то базовое, логотип не искажаем. И говорил уже, что, конечно, было много ошибок в дизайне. И что с ними делали? Первое, это работали по четкому, как говорится, бэклогу или по какому-то, я не знаю, короче, по списку задач, по таймплану конкретному. И внедряли итеративный дизайн. Не делали все в кучу, договаривались с продуктовыми командами, что будет происходить, если дизайн не зайдет. Особенно на вебе, это напрямую влияет, естественно, на продажи, на деньги. И пришли к очень простой схеме. Логично это что-то редизайнится, оно потом тестируется, снимаем метрики. Если все, ну, так себе, то мы готовы переходить пункт, давай по новой. И это нормально. То есть мы таким образом успокоили продуктованеров, они понимают, что происходит, как, что мы не уроним метрики. Если уроним, то мы готовы откатиться и поработать над этим, поисследовать, почему они упали и что-то с этим делать дальше. Рефлексировать, естественно, над тем, что внедряли ранее. Это мы делали с помощью наших планерок-дизайнеров. Они дико классные котятки. Спасибо вам за то, что мы это прошли. Мы там просматривали все кейсы. И, в принципе, временный рефакторинг закладывать очень важно, потому что по-любому оно понадобится. Если вы его не заложили сразу, будут проблемки. Пара примеров. Изображение в сторах – это не православно. Это классно, здорово, молодежно. Что примечательно, вариант по гайдам, вот этот, который я сейчас показываю, он показал лучшие метрики именно в сторе. Про машину обещал рассказать. Вот было, стало. И как бы это маленькая история с двумя человек-пауками. Ну, просто мы решили ее сейчас не переклеивать. Ну, да и ладно. Еще важный момент для дизайнеров. Может казаться, что нужна порт-тайм-команда. Когда ты понимаешь, что у тебя нужно написать пачку гайдлайнов, тебе нужно тюнить или создавать дизайн-систему, тебе нужны, если у тебя много дизайнеров, вам нужны какие-то там чуваки, которые в этом максимально разбираются, потому что, например, наши 20 человек даже не могут одновременно и равномерно знать все нюансы новой концепции. Мы это делали с помощью группы Мудрейших как раз. Плюс вырастет, естественно, нагрузка, а при этом есть нагрузка в продуктовых командах, если у вас дизайн-система порт-таймится. Это такое, просто договариваться. Мы так и делали. Мы просто договорились. Тут нет какого-то от меня рецепта здоровского. Еще интересная вещь – это то, про что ребята из мира, кажется, где-то на прошлом Котфесте, по-моему, говорили, что офигенно важно, чтобы был какой-то идеолог, кто топит за всю эту историю. И, кажется, Костя Горский тоже про такие вещи рассказывал всегда. И мы на себе это увидели. Это действительно важно. Нужен кто-то, кто будет бегать и говорить, «Ребят, все нормально, да все классно, все сделаем, да сейчас все взлетит, да все затестим, да по успокойся». Это нужно. И бодрить дизайнеров, говорить, «Да, нормально, но ошибся, все четко переделаем, все перерисуем, все будет хорошо». Естественно, по каналам нужно контролируемо все запускать, иначе не получится метрики снимать, иначе будет все в кучу и не получится реиспользовать какие-то практики, что сильно экономит время. И, казалось бы, осталось сделать все только круто. И на самом деле ребрендинг – это оказался вызов нашим коммуникациям. И я думаю, во многих компаниях, в принципе, это оказалось большим вызовом для их коммуникации. Маленьких картинок. Это наш продукт «Видеоредактор плюс» до редизайна. Это он уже заредизайненный. Старались ребята, насколько я знаю, не менять UX, но тем не менее какие-то изменения были, и, в принципе, по тестовым сборкам все было хорошо, и отзывы получились более положительные. Это наша ненавистная мной версия дизайна старого на этом же продукте на вебе. Это первый экран. Примерно так и видно на экране ноутбук, например. Самое частое у нас разрешение, там что-то типа 1366, и примерно так это видно. После редизайна получилось так. И что самое интересное, несмотря на какие-то сомнения команды в том, что акценты сместились, что не будут переключать. Видите, внизу «select and addition», там «video editor», «video editor plus». Команда очень беспокоилась, что не будет переходов с видеоэдитора на видеоэдитор плюс и обратно. Для них это было важно. Это, не могу раскрывать цифры, но, в общем, сильно роляло на общую финансовую обстановку по этим продуктам. И метрики показали, когда мы запустили на тест эту страницу на англоязычной аудитории, на англоязычной локале, что, в принципе, новый дизайн работает, он классно работает и работает лучше, вполне местами спорные какие-то метрики, но они точно не хуже. То есть тут как раз мы смогли показать, в принципе, как дизайнеры всей компании, что этим дизайном можно делать правильные акценты и все будет классно, не надо бояться. Какие-то такие вещи, отвратительно и ненавижу их, вот это все старое наследие, какие-то такие вещи мы начали переделывать в более интересные интерактивные блоки, которые, во-первых, ты сразу видишь даже на небольшом экране, и они сразу показывают, как работает та или иная фича. Ну, то есть объяснять, что у нас есть умная цветокоррекция и не показать ее – это, ну, довольно такое себе мероприятие, потому что все про это пишут, а ты покажи, как это работает. Мы решили это показывать. Здесь должна была быть гифка, но уже говорил, такое себе, не получилось с гифками, ну да ладно. Вот блок слева – это набор каких-то фичей, типа, что тут классного есть, и он в один экран не влазит. Это примерно два экрана нужно скролить. Его, естественно, тоже переделали в какую-то более простую интерактивную штуку с небольшими видосиками, которые сразу показывают, как эффекты применяются. Вот тебе хоть шел дмуви ретро, вот было так, стало так. Смотри, как это работает. И это, на самом деле, дало где-то спорные результаты, где-то взаимодействия не так много, но какие-то такие переработки, они повлияли очень положительно. И это классно. Немножко про то, что нам вообще помогает внедрять редизайн. Редизайн мы, как я говорил, внедряем на вебе через дизайн-систему, в коммуникациях, через систему шаблонов, которые также входят в основную дизайн-систему. То есть сначала у нас идет бренд идентика, потом из нее у нас растут какие-то уже частные вещи и каналы, и они уже там у себя делятся на продукты и еще там на какие-то нюансы. Такая иерархия от бренда и от основной идентики, естественно. Что помогает? Первое, наверное, это то, что касается веба. Строим логику, а затем уже натягиваем все стили. Мы уже несколько раз дорабатывали нашу историю с типографикой на вебе, системой заголовков, основного текста, как это все адаптируется, потому что, естественно, в 2020 году и даже еще не в 2020-м все адаптивное, все адаптируется под любое устройство. Это одна верстка, одни страницы, один контент. Нужно, чтобы все было читаемо, все классно, понятно, и там нужные эффекты в интеракции создавало. Тут сильно помогает реально сначала строить логику, как это будет работать, потом ее проверять, действительно ли она работает, потом под нее настраивать стили уже, и тогда, если вам что-то оказалось не подходит, не прошло тест, вы можете поменять стиль, и у вас логика не сломается. Это супер важно, на мой взгляд. Следующее – это гибкие компоненты во всеми вами любимой фигме, скетче, InVision, не знаю, чем вы там пользуетесь. Любые инструменты, на самом деле, без разницы. У нас скетч на текущий момент. Можете спросить, почему не фигма, если вам интересно. Я расскажу. Вот. В принципе, гибкие компоненты – это достаточно капитанская, опять же, вещь, но сильно помогает, если вы делаете дизайн-систему, делаете их обязательно гибкими. Не надо делать отдельные компоненты кнопок всех цветов, просто сделайте настройку с иконкой, без иконки, с цветом, без цвета, обводка, не обводка, и все. Это будет суперудобно, суперэкономить время. Также очень крутая штука, которая нам сильно зашла, это версионирование и единый репозиторий библиотек. Это в данном случае у нас абстракт. Почему это классно? Потому что мы можем делать какой-то вариант дизайна, запускать его в тест, делать отдельную ветку. Если зашло, то мы мержим эту всю историю в основную ветку. Если не зашло, мы ее закрываем и начинаем заново. То есть суперудобно работать с тестированием, суперпонятно, что происходит. И если вдруг понадобилось достать какую-то версию предыдущую, это легко сделать, легко посмотреть, какие изменения были сделаны. В частности, почему не Figma? Figma не работает с абстрактом, и Figma, к сожалению, так сделать не получится. Насколько я знаю. Поэтому, поэтому. Следующая вещь, опять же, наш домик для гайдлайнов – это конфлюенс. Гайдлайны, как я говорил, мы всегда делаем по боевым кейсам. У себя в пространстве мы завели какие-то понятные категории. У нас есть брендовые вещи. Вот там видно, наверное, вкладочка брендинг, продуктовый дизайн – это десктоп мобайл, веб-дизайн – это веб-страницы, онлайн – это онлайн-продукты и так далее. Разные ресурсы еще, обучалки потом добавились. То есть там сейчас эта менюшка достаточно большая. И реально важный момент – писать гайдлайны по боевым кейсам. Мы прям с этим очень сильно столкнулись и увидели эту разницу, когда ты пытаешься что-то описать, и это еще никак нигде не работало. Тебе трудно на что-то опираться, и тебе трудно сделать гайд полезным. Поэтому мы их писали, в принципе, по именно боевым задачам. Не знаю, столкнулись с тем, что дизайнер какой-то не понимает где-то. Проводим с ним интервью, спрашиваем, чувак, что было непонятно, почему ты сделал так, а не так. Ну, мы видим уже, что это неправильно, но это нигде не описано. И понимаем, что ему непонятно, потому что вот есть какой-то пример, и он не раскрывает какой-то кейс, с которым он столкнулся. Тогда мы его добавляем в гайдлайн, расписываем. В следующий раз никто с этим уже не парится. У нас сработало именно так. И еще раз про гайды. На личный мой взгляд, писать гайдлайны очень скучное, муторное, ужасное, но офигенно полезная вещь, ребят. Потому что гайдлайны – это такая медиативная практика для вашей дизайн-команды, чтобы познать себя, познать свой дизайн, свои продукты, компоненты, интерфейсы, чего-то там еще. Причем гайдлайн у нас не только по вебу, но и по брендовым вещам, и по графическому дизайну, и по каким-то еще таким нюансам. И супер помогает иметь классный пак гайдлайнов, когда приходят новые ребята, когда особенно происходит быстрый рост отдела, как это было у нас. Мы выросли за год на плюс 7 или 8 человек. Я сейчас могу ошибаться, за прошлый год. И было суперполезно то, что было уже с гайдлайнами, с нормальными, с человеческими. Вопросов вообще не возникало. Дизайнер знал, что ага, я не понимаю, как здесь вот эту штуку делать. Я иду в конфу, захожу там в гайдлайн про вот этот там организм, молекул, а там неважно, читаю, и мне становится понятно. Если по-прежнему непонятно, спроси у наставника. И также таким образом мы снижаем время вообще работы наставника. Он не так много времени тратит, потому что, в принципе, можно там быстро ссылочку кинуть, типа, чел, глянь, тут все написано. И становится все понятно и классно. Плюс я до этого упоминал про группу мудрейших. Вот как раз с самого начала эти ребята у нас входили, где-то, я не знаю, 30% дизайнеров отдела входили в команду дизайн-системы и порт-тайм ее пилили, и пилили все гайды, потому что они смогли погрузиться, они смогли понять. Мы видим, короче, например, что по примерам агентства это работает так, а не или иначе. А почему это так работает, чтобы это масштабировать дальше, непонятно, и от них этих объяснений не было. И описания, они сами не знают. Вот, поэтому приходилось продумать какие-то правила и понимать вообще природу тех или иных вещей, как они работают, как они двигаются. И вот именно эта группа могла погрузиться и всю эту историю и описать, и продумать, затестить. И потом другие ребята использовали. Сейчас, конечно, уже этой группы нет. Сейчас с этим работают все дизайнеры. И у нас есть правило, сделай компонент, напиши гейтлайн, потому что ты делай этот компонент, никто улучшит, тебя не знает, как он должен работать. Вот, в общем, это прям супер штука, но скучно, ужасно, ребят, вообще. Вот, и в целом я готов к вопросикам. Давайте позадуем вопросики, если они у вас есть, и пообщаемся.